В эфире новости с севера Башкирии. Пенсионный фонд России организовал всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2018». Его цель – обучение старшего поколения компьютерной грамотности. В настоящее время творческие эссе направили более двух тысяч пенсионеров по всей России. Башкирию представляет 21 пенсионер. Отметим, что заявки принимаются до 8 октября. Прислать их можно на сайт, указанном на экране. Торжественное объявление победителя состоится в ноябре в городе Москва. Сборная республики вошла в пятерку лучших на всероссийской летней спартакиаде среди глухих. Соревнования в Салавате прошли на нескольких спортивных объектах. Сильнейших выявили в разных видах спорта – лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис и баскетбол. Участие принимали юноши и девушки до 18 лет из 32 регионов страны. Впервые нефтекамские врачи сами начали проводить онкорейды. Это связано с ежегодным ростом смертности от онкологических заболеваний. Медицинские работники выезжают на предприятие и собирают у сотрудников анализы. Результаты готовы через пару дней. По ним можно узнать и свою предрасположенность к этим болезням. Процедура бесплатная. Для её прохождения необходимо, чтобы руководитель составил письмо на имя головрача нефтекамской больницы с просьбой провести это мероприятие в их организации. У юных горожан есть шанс попасть в Академию танца Бориса Эйфмана. Это одно из самых престижных учебных заведений в мире хореографии. 6 октября в Нефтекамске состоится смотр детей в возрасте от 6 до 12 лет. Комиссия Академии оценит данные ребят и их шансы на поступление. Обучение в Санкт-Петербурге пройдет на бюджетной основе. Место отбора на базе детской школы искусств по улице Строителей 65А в 14.00. Форма одежды, купальник или короткие шорты, майка, чешки или балетные туфли. В городе объявлен безопасный интернет глазами детей. Проводят его среди несовершеннолетних учащихся образовательных организаций. Для участия принимаются рисунки по трем номинациям – плакат, рассказ и видеоролик. Заявки регистрируются на сайте, указанном на экране. Прием творческих работ осуществляется до 15 октября. Награждение победителей состоится в ноябре на информационном форуме. Он пройдет в Уфе. 3 октября в районе библиотеки состоялось мероприятие «Молодежь выбирает жизнь без наркотиков». Встреча прошла с восьмиклассниками школы номер 2. Гостем мероприятия стал врач-нарколог Ильдар Ильманов. В ходе беседы специалист рассказал о последствиях наркомании. Школьники узнали о мерах наказания за употребление психотропных веществ. Также на мероприятии действовала выставка «Жизнь стоит того, чтобы жить». В завершении встречи каждому участнику вручили памятки. 5 октября в 15.00 в досуговом центре Янаулу пройдет концерт, посвященный Дню Учителя. В программе ожидается выступление ансамблей «Елкин» и «Мираз», поздравления от дошкольников и воспитателей детских садов, учеников и работников отдела образования. Также глава администрации наградит учителей почетными грамотами и письмами. 29 сентября прошел семейный выходной «Науку быть родителем». Инициатором проведения праздника стало Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики. Сотрудники детского сада номер 10 «Чебурашка» в этот день пригласили родителей и их детей. Гости приняли участие в психологическом лектории, мастер-классах, спортивных и музыкальных мероприятиях. Маленьких участников в конце ждали приятные сюрпризы в виде подарков и сувениров. Семья Гендулиных из Уфы приглашает болтачевцев на благотворительный концерт. В программе «Путешествие в страну чудес» от лучшего аниматора, «Магия Востока» от студии зажигательных восточных танцев, певица Гузель Тухватулина и многие другие. Концерт состоится 7 октября в 16.00 во Дворце культуры. Стоимость билета 150 рублей. Собранные средства пойдут в помощь детям. Во время мероприятия состоится розыгрыш призов и подарков. Погода на 5 октября. В Нефтекамске ночи температура воздуха плюс 4, днем 11 выше 0. В Дёртелях плюс 4 ночи, плюс 12 днем. В Янауле ночи температура воздуха плюс 4 градуса, днем 11 выше 0. В Верхней Иркеево ночи плюс 4 и плюс 11 днем. В Теташлах ночи температура воздуха плюс 5, Днем 11 выше 0. Старо Болтачево плюс 5 ночью и 12 днем.